Всем привет! С вами снова я, Настя. Это видео будет о книжках, которые мы купили для Егорки, которые я ему читаю, которые помогают нам развиваться, заниматься. Граво говоря, это видео о развитии для малыша. Будет немного по стороне звуков. Это Егорка, он конючит в соседней комнате. Поэтому, пожалуй, начнем с книжек. Данную книжку нам недавно подарили. Мы сейчас ее, скажем так, читаем, мусолим, жуем, потому что здесь человечки. Здесь идет стишок коротенький, он на каждой страничке, его нужно повторить. Человечки достаются. Можно соединять их в цепочку, также вставлять обратно. Это как раз помогает и моторике, и зрительной памяти малыша. Так что нам такая книжка очень понравилась. Далее книжки из серии «Кукольный театр». У меня есть маленькая книжка про Савенка. Сюда ставится пальчик, его читаете и изображаете Савенка. Такая книжка, я покупала все книги в основном в «Читай городе». Такая книжка стоит примерно 300 рублей. Я считаю, это не так прям дорого для малыша. Ему нравится, он щупает, смотрит и улыбается. Также из этой серии у нас есть книжка про щенка. Это уже в «Кукольный театрах» в большом размере. Это собачка. И здесь идет красочные картинки и также рассказ о собачке, о ее жизни, что она обычно делает. Следующая книжка «Мягкая». Здесь рассказывается про животных. Как раз мы учим параллельно животных и читаем стишки про них. У всех животных есть глазики, кроме тех, которые на противоположной страничке нарисованы. Книжка «Мягкая», малыш не порежется. Также может ее жевать. Чем Егорка и занимается. Когда я ему читаю, он пытается мусорить эту книжку и ищу под животных. Следующая книжка, она рассчитана уже от нуля. Вы читаете стишки. И далее ей можно пользоваться уже как для развития мелкой моторики. Мозаику собирать. Здесь, смотрите, идет книжка. Картинка овца. Если открыть всю мозаику. Когда вы открываете всю мозаику, примерно как и в предыдущей книжке с человечками, здесь есть такая же овечка, но здесь идет стих. И на обратной стороне идет как раз краска. То бишь там та же картинка, но в белом-черном цвете. Соответственно, малыш может закрашивать белые поля фломастером. У этой книжки большие картинки, поэтому здесь также есть стишки. Как раз про зайчика. Там под мозаикой про лисичку. В основном идут все животные, которые базовые, я бы сказала, для малыша, которые малыш должен знать. Такая книжка стоила 600 рублей. Таких вариантов много. Есть и те же самые смешарики для тех детей, которые уже постарше. Но мы выбрали именно такую, потому что малыш должен знать животных для начала. Следующие две книжки, они уже рассчитаны на чуть постарше возраст, когда Егорке будет примерно годик. Одну книжку я просто не удержалась и взяла, потому что она помогает развить мелкую моторику. Это как бы театр, я бы назвала. Это книжка о гномиках. Здесь замок на магните. По одной стороне стих, по второй пока тоже стих. Ну, допустим, картинка стих. И замочки. Замочки все разные абсолютно. Это как раз помогает малышу учиться открывать разные защелки. Как видите, да, идут стишки про гномиков. Тут, допустим, холодильник открываете, смотрите, что в холодильнике у гномика. Далее там идет другой замочек, еще один. И в конце вы доходите до сна. Здесь такие занавесочки. И, как бы, книжка проходит к тому, что гномики ложатся спать, им пора закрывать свой домик. И малыш обратно закрывает все замочки сам. Такая книжка стоила подороже всех, по-моему, тысяча. Но я считаю, что она интересная, красивая, мне понравилась даже самой. И малышу будет интересно пытаться открывать, закрывать все эти замочки. Мы уже проверяли на детишках постарше, кому уже два годика. Они с удовольствием все это делают. Книга рассчитана уже, когда мы будем учить всех животных. Как раз собираюсь взять ее в поездку. По крайней мере, часть этой книжки. Это книга. Здесь алфавит. И здесь внутри маленькие такие книжечки, которые помогают изучать животных, цвета, природу. То бишь, здесь сборный картинок. Те, которые как вы карточку заполняете, только здесь все в картинках. Так же, что удобно, малыш, когда вы нанимаете кубик, здесь внутри нарисована картинка. И он будет знать, куда класть взятый им кубик. Я, запустим, собираюсь взять пару кубиков с собой, потому что Егорке будет интересно полистать их. В самолете посмотреть, пожевать. Они картонные, в принципе, ничего страшного нет. Такая книжка стоила тысячу. Здесь у нас 15 кубиков. Есть наборы поменьше. Последнее, что я хотела бы вам рассказать, это мы сейчас тоже изучаем карточки. Поэтому у нас в наборе для развития параллельно есть такие карточки. Их 32 штуки. Вот сейчас с Егоркой учим первые 5. Это часы, кошка, собака. Здесь такие большие карточки. Животные и предметы нарисованы в реальном формате. И с обратной стороны есть, допустим, примеры про кубики. Посчитай, сколько кубиков. Какая горка может быть. К примеру, части стула. Кошка. Какая кошка? Добрая, пушистая, играет она. Поэтому карточки очень интересные. Стоили они 350 или 325 рублей. Здесь их 32. Это базовый набор для изучения всего, что его окружает в первый год жизни. Ну, пока пробуем. Попробую посмотреть, как он будет на них дальше реагировать. Потому что, допустим, когда показываешь ему пчелку, где усики, где ручки, где ножки, он спокойно показывает эти части тела. На этом, пожалуй, все. С вами была я, Настя. Спасибо, что смотрели это видео до конца. Пишите про развитие ваших малышей. Какие книжки нравятся вам. Оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Всех люблю. Всех целую. Пока-пока.